Уже как 8 лет бывшую телезнаменитость 65-летнего Сергея Кима можно увидеть в ресторанах паназиатской кухни, разносящим поднос и консультирующим, что вкуснее, моющим даже посуду. Что жизнь совершит такой неожиданный кульбит, говорит, даже в страшном сне не мог представить. Когда Сергей Николаевич продал свои акции телекомпании Афонтова, к нему обратился будущий компаньон с предложением вложить деньги в ресторанный бизнес. Это вызвало у меня гомерический хохот и, конечно же, полное несогласие, потому что для меня общепит с возможностью отравления, помнишь там этот самый засранцевый балл, губернаторский балл. И, конечно же, все, что связано было с едой, для меня это было принципиально опасно. Решающим, видимо, аргументом забыл тот факт, что компаньона звали, представьте себе, Сергей Ким. А два Сергея Кима – это, конечно, сила. Я сказал, что не будет никакой рекламы. Значит, я монетизирую свое имя. Вообще абсолютно. Ну а теперь появилась маска, я очень недоволен этим, потому что мало кто узнает. Телевизионный стаж Сергея Николаевича более 40 лет. Первые пробы случились еще в студенчестве на Пензенском телевидении. Потом он выступал со сводками Крайкома КПСС в программе «День края» на ВГТРК. А потом случился «Х», ставший своего рода революцией на местном ТВ. Дикторов тогда заменили журналисты. Вряд ли было допустимо, чтобы во времена СССР ведущим главных новостей края был человек с фамилией Ким и соответствующей внешностью. Но тогда были уже другие, перестроченные времена. Что победило мою особенную физиономию? Раскосые глаза, взгляд, нос, скулы и так далее. Вот тот талант, который дал мне от Бога. Свободы, доброжелательности. И она, в общем-то, я умею пробивать этими своими качествами экран по Познеру. Камера меня в этом отношении любит. А что такое телегиничность? Это же очень просто. Когда в телевизоре ты выглядишь лучше, чем в жизни. Все. В телевизоре я выгляжу лучше, чем в жизни. Я представляю их материалы в новостях о Фонтово. Но абсолютно звездный час у Сергея Кима случился безусловно в Афонтово. Новой компанией, созданной им с командой единомышленников. Ким всегда возглавлял рейтинги ведущих и пользовался невероятной любовью зрителей, особенно дам. Никогда при этом себе не позволяя даже капли высокомерия и звездности. Я стал по-настоящему популярен в Афонтово, когда мне было 38-39-40 лет. Вот 40 лет мы отмечали в пике роста Афонтово, когда Афонтово было все. Когда еще ТВК не было, когда Афонтово было все телевидение мира для красноярцев. Поэтому, Наташ, ну смешно в 40 лет звездить и носить корону. Сергей Николаевич – мастер прямого эфира. Он обожал и ловил драйв от всех этих непредвиденных ситуаций, возможных конфузов, из которых с блеском выходил всегда. По этому поводу он даже вошел в историю программы «Вести», в которой год проработал ведущим вахтовым методом. А производство вяленой, простите, валеной обуви по сложности не уступает изготовлению модельных сапожек. Но когда в другой раз неизвестный позвонил и сообщил, что здание ВГТРК заминировано, тот же Сергей Ким невозмутимо вел эфир в то время, когда за его спиной собака искала бомбу. Только для незнакомых Сергей Николаевич – такой вечно улыбающийся, милый и совсем бесконфликтный добряк. Ким, если надо, умел показывать зубы и плыть не по течению. Когда в 2001-м был депутатом Законодательного собрания, он единственный, кто тогда резко выступил против создаваемого губернаторского телеканала. Надо спросить их вот таким образом. Хотите ли вы смотреть телевидение, или вы хотите, например, новую дорогу в это село, или там рабочие места. Надо понять, что эти деньги сто с лишним миллионов берутся из бюджета. Неоткуда-то они сверху нам упали. В бюджете нет лишних денег. Сергей Ким всегда очень публичный, у всех на виду. А вот семья для него святое и некое табу. То, что не обсуждается и не демонстрируется направо и налево. Семья – это супруга Валентина, с которой он прожил почти 50 лет. Сын Денис, который живет в Москве и работает там на телевидении. Дочь Кира, кандидат медицинских наук. И внук, которого Ким старше, впрочем, считает третьим своим ребенком. Опасная у тебя рубрика. Скажешь чего-нибудь, а дочь посмотрит и скажет, ну это же не так. Родился внук, а наша дочь училась в Москве в аспирантуру. Точнее, она даже полуступила. Сначала в ординатуру, потом в аспирантуру. И, короче, первые семь лет мы были не бабушкой, дедушкой. Мы были папой и мамой. Но я скорее себя чувствовал отцом, чем дедом. В свое время телевизионные подвиги Кима были соответственно оценены. Он единственный в крае телевизионщик, который завоевал не региональный, а большой ТЭФИ, обойдя федеральных ведущих. Когда Сафонтова было покончено, он еще пытался поработать на седьмом канале, на радио. Сейчас утверждает, что ТВ – это уже окончательно не для него. Но кто знает, ведь то же самое он когда-то говорил и про общий ПИД. Да и как там наставил английский классик? Никогда не говори, никогда. Он улетел, но обещал вернуться. Наталья Кечина, Сергей Кашин, Новости ТВК.